Здравствуйте! Вы смотрите канал ТОП-5. Предлагаю вам взглянуть на просто нелепые киноляпы, которые вы точно не заметили при просмотре фильмов, о которых сейчас пойдет речь. Поехали! Любите футбол? Тогда рекомендуем подписаться на канал, где вы увидите топы самых лучших голов, достойные и красивые поступки футболистов, нелепые промахи, ужасные травмы и драки, а также самые смешные моменты в футболе. Роналду, Месси, Неймар – все здесь! Присоединяйся! Ссылка на экране и в описании под видео. Начнем с Гладиатора. Инсценировка битвы при Карфагении, кроме всего прочего, включает в себя очень реалистичный эпизод с падением колесницы. При этом сквозь клубы пыли можно разглядеть баллон со сжатым воздухом, закрепленным на боевом экипаже. Что тут сказать? Технические достижения древних римлян действительно впечатляют. В фильме «Повелитель бури», действия которого разворачиваются в 2004 году, один из солдат кричит «Он хочет выложить наше видео на Ютуб!» Еще раз напоминаю, действия фильма происходят в 2004 году, а Ютуб создали только в 2005. Видимо, солдаты США умеют перемещаться во времени. Далее идет «Железный человек 2». В начале фильма, когда Тони Старк выступает на своем шоу, он в белой рубашке. Когда Тони отходит за экран, чтобы проверить уровень радиации, рубашка становится черной до самого конца шоу. Видимо, какие-то нанотехнологии. Подобной ерудой страдает и Брюс Уиллис в фильме «Крепкий орешек». В одном кадре его майка белая, а мгновение спустя уже какая-то коричневая. Вряд ли это игра «Света и тень». Во второй части все еще круче. Когда чернокожий парень наклоняется за коробкой, цвет кожи его руки чудесным образом меняется. Видать, человек-хамелеон. Далее у нас идет «Команда». В 1980-х годах этот, сейчас уже ставший классическим, боевик имел оглушительный успех. В одном из эпизодов, когда главный герой, полковник Джон Мэтрикс, преследует негодяя Салли, машина бандита получает заметные повреждения. Однако в следующих кадрах автомобиль волшебным образом становится целым и невредимым. В фильме «Терминатор 2. Судный день» тоже есть один интересный момент во время погони. Грузовик, за рулем которого сидел Т-1000, опрокидывается на мосту, и у него вылетают лобовые стекла. На следующем кадре видно, что стекла снова на месте. Далее идет «Дэдпул». В начале фильма главный герой отрезает себе кисть левой руки и прыгает на трассу, попадая в мусоровоз. Однако в моменте, когда он падает, можно заметить, что отрезана кисть у правой руки, хотя он отрезал левую. Далее у нас «Последний самурай». Когда Том Круз перед финальной битвой возвращается к войску самураев и слезает с коня, можно заметить, как животное бьет солдата по его достоинству. Посмотрите еще раз. Этого в сценарии, конечно, не было, но солдат молодец. Все стерпел. И вновь возвращаемся к серии фильмов о «Железном человеке». В одном эпизоде кровоподтек Тони Старка переместился с левого глаза на правый и заметно уменьшился. Во время прямого эфира по телевидению, вместо того, чтобы написать прямой эфир, в правом верхнем углу написали слово «Теперь». В фильм вложили кучу денег, а на нормальном переводчике сэкономили. Подобную экономическую деятельность можно заметить и в фильме «Идентификация Борна». В эпизоде, когда главный герой находит свой русский фальшивый паспорт, можно заметить, что у Борна очень необычное русское имя – Ашф Лшцфум. Вы хоть понимаете, насколько гениален был переводчик, что додумался имя Кенияев Фома набрать на клавиатуре русской раскладкой? Далее у нас «Миллионер из трущоб». Когда главный герой Джамаль с братом находят латику в студии, у нее нет сережки в носу, а в следующем кадре уже есть. Далее у нас ну просто эпичный ляп в фильме «Гарри Поттер и тайная комната». Во время дуэли между ребятами Гарри магической палочкой отбрасывает своего соперника, после чего учитель поднимает парня, и в этот момент в кадр попадает оператор. Как можно было так облажаться – непонятно. Аналогичный фейл произошел в фильме «Плохие мальчики». Когда главный герой дерется со своим врагом, в одном моменте можно заметить оператора, снимающего со второй камеры. В фильме «Агент 007. Квант милосердия», когда Джеймс Бонд сидит на мотоцикле, на заднем фоне можно заметить, как дворник делает нечто непонятное. Быть может, тренируется перед уборкой? В культовых «Звездных войнах» есть один эпизод, где слишком высокий солдат ударяется головой об косяк. В фильме «На север через северо-запад» в эпизоде «Ссоры между мужчиной и женщиной» мальчик с массовки закрывает уши перед выстрелом пистолета. Далее идет «Бросок кобры». В конце фильма команда героев взрывает вражескую морскую базу подо льдами и... не поверите, что происходит. Глыбы льда начинают камнем рушиться на дно океана. Не нашлось никого, кто бы поймал хоть одну глыбу, и объяснил ей, что она легче воды и обязана всплывать, если ей хоть немного не наплевать на законы физики. Пираты Карибского моря Оказывается, в команде Джека Воробья был путешественник во времени, иначе как объяснить присутствие парня в ковбойской шапке и солнцезащитных очках? Криминальное чтиво В своих кинокартинах Квентин Тарантино стремится проработать даже самые мелкие детали. Однако он, как любой другой режиссер, не застрахован от ошибок. Одна из самых знаменитых сцен не только в творчестве Тарантино, но и в истории мирового кинематографа, показывает, как Джулс и Винсент чудесным образом избегают смерти от пуль своей жертвы, что становится настоящим откровением для одного наемного убийцы и никак не впечатляет другого. Однако самые внимательные зрители заметили, что пулевые отверстия появились на стене еще до выстрелов. Винсент оказался прав, ничего сверхъестественного в этом происшествии нет, револьвер был заряжен холостыми. Ну и закончим фильмом про вторжение пришельцев в День независимости. Безусловно, нападение инопланетян на Землю — это довольно неприятное событие, однако мгновенная пропажа продуктов из холодильника также является довольно мистическим событием. На этом все. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. Также хочу напомнить про канал, где вас ждут интересные футбольные топы. Ссылка на экране и в описании под видео.